Так, ну поехали. Беру простой ватман и краски обычные. Можно использовать акрин, темперу, либо гуашь. Самый важный ключевой момент, наношу какой-то рисунок совершенно спонтанно, без каких-то мыслей, просто как вот рука пойдет. И сейчас кручу вверх-вниз, смотрю какие можно найти интересные силуэты. Вот рисовывают какие-то силуэты людей, я за них цепляюсь, пытаюсь развить эту тему. Ивжи. Ивжи. Время. 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 Ивжи. Время. Продолжение следует... Потихоньку начинаю вводить тональные пятна. Получается что-то вроде сценки в общественном транспорте, в трамвае. Может быть, есть люди, которые стоят, которые сидят. Вот я это увидел случайно из таких мазочков. Теперь пытаюсь тонально разбирать. Продолжение следует... Все происходит спонтанно. Все идеи приходят в голову. Каждое новое пятно, каждый новый мазок наталкивает на какую-то новую мысль. И так сюжет постепенно развивается. Почаще стараюсь отходить назад, потому что сзади недалеко лучше видно. Общую композицию. Иногда можно переворачивать холст или планшет кверх ногами, подносить его к зеркалу. Потому что глаз привыкает видеться с одной и той же точки, и он немножко замыливается, он перестает контролировать все. Поэтому такие способы, как зеркало или просто перевернуть, показать кому-то еще, они очень хорошо действуют. И также можно делать перерывчики небольшие, чтобы глаз отдыхал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! В данной технике важно, чтобы краска была плотная, чтобы она могла перекрывать предыдущие слои, чтобы можно было не бояться экспериментировать и потом сверху исправлять. Лучше всего, чтобы это была темпера, может быть акрил, может быть гуашь, конечно же, может быть и масло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!